Наталья Тополе несколько лет назад открыла ателье. До объявления частичной мобилизации мастерица вязала свитера, кардиганы, шапки и модные теплые шарфы. Но этой осенью Наталья сменила вектор. Она стала вязать балаклавы для мобилизованных россиян. Спрос большой в профильных магазинах с амуницией цены выросли в несколько раз. Настало время помочь нашим защитникам. Состав шерсти акрил, а внутри пряжа из мериноса, мягкая и не колется. Около сотни теплых аксессуаров в неделю Наталья отправляет в учебный центр, расположенный в Солдатской Ташле. Они обеспечены всем сейчас на данное время, но теплые вещи все равно хочется им какую-то частичку тепла передать нашим ребятам, чтобы их согревало там вдали от Родины. Они делают запросы. Я бы не сказала, что это какие-то масштабные, но все-таки очень много бойцов, очень много добровольцев у нас. Идея одевать мобилизованных соотечественников пришла Наталье тогда, когда ее супруга призвали на службу. Вязальщица поборола тревогу и направила энергию в дело. Она открыла на базе ателье пункт сбора гуманитарной помощи. По адресу улица Рябикова, 26А любой желающий может принести все необходимое. Я вступила в ряды добротворцев. У нас есть организация помощи нашим ребятам, участвующих в СВО на Украине. И также вот через супруга делаются запросы. Мы организовали вот на базе моей студии вязания, организовали пункт сбора помощи нашим ребятам. Не обошлось и без участия единомышленников. С владельцей ателье сотрудничают добровольцы, организовавшие еще несколько пунктов. Помощь военнослужащим город Ульяновск. Эту группу можно найти ВКонтакте и Телеграм. На страничках есть вся информация, что необходимо собрать и куда привезти. Активистов информируют командиры подразделения, если вдруг случается дефицит. Неравнодушные ульяносцы, в свою очередь, отправляют на передовую все необходимое. Термобелье, флисовые фуфайки, шерстяные носки – это из одежды. Обувь тоже закупают, сапоги и берцы скоро должны привезти. Медикаментов не хватает в полевых условиях. Бинты, обезболивающие препараты, шприцы и антисептики закупают про запас, чтобы регулярно отправлять их нашим бойцам. Также организаторы пунктов сбора разработали индивидуальный рацион питания. Гостинцы с чаем, печеньем, конфетами, лапшой быстрого приготовления и соусами, чтобы было чем подкрепиться. Но не хлебом единым можно поддержать боевой дух. Безусловно, продукты питания, медикаменты и одежда нужны. Но необходимо кое-что для души. Мужчины очень ждут детские письма и рисунки. Маленькая София и ее мама написали такое послание, скоро его отправят. Дорогие наши солдаты, спасибо вам за мирное небо, за чистое и светлое будущее наших детей. Спасибо, что вы отстаиваете нашу Родину, наши ценности и традиции. Далее тоже много теплых слов. В Ульяновске работает несколько подобных пунктов. Первый, самый основной у нас находится на Скочилово 9А. Это магазин цветов. Далее у нас есть пункты на улице Карла Липхнихта, 26-5А, бизнес-центр Симбирск. Далее это улица Рылеева, дом 9. Это магазин концтоваров. И также на улице Гагарина, 16. Это барбершоп. Кроме всего перечисленного, участникам спецоперации требуется спецтехника. В частности, это дроны и тепловизоры. Безусловно, Министерство обороны обеспечивает войсковые подразделения. Но дополнительная помощь не помешает столь сложный для страны момент.